Ну а сейчас о баскетболе. Регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ подошел к концу. Кто отличился и кто удивил в последний месяц турнира, расскажет трехкратная чемпионка Евролиги, а ныне комментатор Илона Корстин. Яркие эпизоды, важные тенденции и те, кто вскоре, вероятно, станут героями плей-офф в нашей постоянной рубрике. Привет! Регулярный сезон Единой Лиги ВТБ завершен. Подведем итоги его последнего месяца – апреля. Пятое место. Сюрприз от «Автодора». Новичок Лиги «Автодор» опять удивил. В заключительном туре регулярного сезона саратовцы в Москве обыграли ЦСКА и сделали это в красивой результативной игре, забив в кольцо соперника 107 очков. Форстин и компания наглядно показали, что плей-офф будет интригующим. Четвертое место. Удача Астаны. Главная интрига апреля. Кому же достанется восьмое, последнее место в плей-офф? В итоге победу празднула Астана. Команда из Казахстана буквально вырвала последнюю путевку плей-офф у конкурентов. В драматичных концовках, матчей против «Зенита» и «Вэфа» удача улыбнулась Астане. Паралерий Лиходей. Паралерий Лиходей. Третье место. Лиходей. Преображение. Форвард уникса Валерий Лиходей большую часть сезона провел в глубоком запасе. Но в апреле заявил о себе во весь голос. 29 минут. 17 очков и 6 подборов в среднем за игру. Ведомый преобразившимся Лиходеем, казанский клуб одержал 4 победы в 4-х матчах. И показал, что готов к битлам в плей-офф. Второе место. Калл Пеппер или Стефанс? Два самых прыгучих игрока лиги. Рэнди Калл Пеппер из «Красного октября» и диджей Стефанс из «Зенита» устроили в апрельских матчах заочный конкурс по броскам сверху. Кто в нем победил, решайте сами. Внимание на экран. Первое место. УИМС. Попадание в яблочко. Форвард ЦСКА Сони УИМС имеет отличный глазомер. И на ярмарке может опустошить все полки с плюшевыми игрушками. Подтверждение этому бросок УИМСа в Минске. Как говорится, самое яблочко. УИМС. Попадание в яблочке. УИМС. Попадание в яблочке. УИМС. Попадание в яблочке. УИМС. Попадание в яблочке. УИМС. Попадание в яблочке.